Итак, сегодняшний мой доклад будет о нашем клиническом опыте лечения у пациента иммуно-посредованных реакций на фоне иммунотерапии рецидива плоскоклеточного рака ротоглотки чекпоинтинг-гибиторами. И сегодня уже второй день нашей конференции, чтобы немного взбодрить, может быть, аудиторию. Первый вопрос для интерактивного голосования. Об этом уже говорили много раз. И вчера и сегодня лауреатами какой премии в этом году стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хэнзю. Пожалуйста, проголосуйте. Но я думаю, что выбор здесь... Хотя Джеймс Эллисон, безусловно, мог бы быть номинирован на премию Грэмми, так как играет на гумной гармошке в составе своей музыкальной группы, которая носит такое закономерное название The Checkpoint. Но, тем не менее, стали они лауреатами Нобелевской премии за свои открытия... Мы думаем, что это доктора развлекаются, да? Да. Чтобы нам было не грустно. Да, ну, чтобы немного взбодриться. За открытие в области иммуно-онкологии. Джеймс Эллисон работал над антистелий-4 терапией Тасуку Хэнзю, анти-ПД-1. Итак, так как мой доклад будет об иммуно-опосредованных нежелательных явлениях, давайте небольшой такой клинический пример для начала, чтобы продолжить наш интерактив. Допустим, пациент получает иммунотерапию и приходит к вам на очередной визит с жалобами на появление жидкого стула до шести раз в сутки, сопровождающийся спазмами в животе первой степени. Какая ваша тактика в плане дифференциальной диагностики? Так как пациент получает иммунотерапию, безусловно, вы подозреваете развитие пациента иммуно-опосредованного энтероколита второй степени? И какие методы диагностики вы будете использовать? Первый вариант – определение токсинов класс 3D стуле, консультация гастроэнтеролога, посев кала на патогенную флору, либо все вышеперечисленные методы. Голосование можем мы запустить? Нет? Да, безусловно, все вышеперечисленные методы по возможности должны быть назначены, но, безусловно, не ограничиваясь только тем, что перечислено. Так, и вы диагностировали у пациента иммуно-опосредованный колит второй степени, и какова же ваша лечебная тактика? Вы приостановите иммунотерапию, назначите пациенту симптоматическое лечение без назначения глюкокортикостероидов. Второй вариант – продолжите введение иммунотерапии в прежнем режиме на фоне соответствующей симптоматической терапии и уже с добавлением пероральных глюкокортикостероидов в дозе 1 мг на кг в сутки. И третий вариант – приостановите иммунотерапию, симптоматическое лечение, назначите пациенту на фоне приема глюкокортикостероидов. Глюкокортикостероидов – голосуйте, пожалуйста. Правильный вариант – иммунотерапия должна быть приостановлена на фоне соответствующей симптоматической терапии и перорального приема глюкокортикостероидов в дозе 1 мг на кг в сутки. И приостановленная иммунотерапия должна быть до разрешения явлений иммуноопосредованного галита, как минимум до первой степени. Итак, обратной стороной иммунотерапии являются, безусловно, иммуноопосредованные нежелательные явления, которые могут быть практически со стороны любых органов системы организма. И непосредственно перейдем к клиническому случаю. Наш пациент, 65 лет, мужчина, обратился к нам в диспансер впервые в марте 2016 года. У него был диагностирован рак ротоглотки Т3Н2М0 с анетостазом в лимфоузлы шеи с обеих сторон. Из клинически значимой сопутствующей патологии у пациента была хроническая обструктивная болезнь легких и булезная эмфизема. Пациент не курящий, не злоупотреблял алкоголем. Гистологически был верифицирован плоскоклеточный роговевающий рак. Была проведена стандартная химия-лучевая терапия, которая была завершена в октябре 2016 года. И спустя 5 месяцев после проведенного комплексного лечения, комбинированного лечения, была выявлена прогрессия заболевания в виде увеличения метастазов в шейных лимфоузлах и локального увеличения опухоли. В апреле 2017 года пациенту в рамках клинического исследования была начата комбинированная иммунотерапия анти-PD-L1 и анти-CT-L4 препаратами. Всего было проведено 3 введения препаратов с интервалом в 4 недели. Третий курс был проведен в июле 2017 года. И вот всего 3 введения, но сколько иммуноопосредованных реакций мы в итоге получили. Буквально сразу на 3-4 день после первого введения препаратов у пациента развелась сыпь второй степени, которая, в общем-то, как быстро развелась, так же она быстро разрешилась на фоне перорального приема глюкокортикостероидов. После первого курса у пациента появились симптомы энтероколита второй степени. На протяжении дальнейшего лечения симптомы сохранялся апперситирующий энтероколит. Первая степень периодически рецидивировала до второй. Пациент получал симптоматическую терапию, терапию метилпреднизолоном. После первого курса диарею удалось разрешить до первой степени. После окончания третьего курса иммунотерапии был зарегистрирован тяжелый пневмонит двусторонний третьей степени, течение которого усугублялось сопутствующую патологию пациента. У пациента была булезная эмфизема с довольно-таки крупными буллами до 4 см. Пациент был госпитализирован к нам в отделение. Проводилась интенсивная поддерживающая симптоматическая терапия, терапия метилпреднизолоном. Удалось разрешить явление пневмонита до второй степени. На данном снимке мы видим как раз КТС-скан с явлениями пневмонита. И через два месяца после проведения третьего курса иммунотерапии у пациента появились клинические признаки синдрома Ламбер-Тейтена. Синдром Ламбер-Тейтена характеризуется аутоиммунным поражением пресинаптической мембраны, что приводит к нарушению нервно-мышечной передачи. Клинически это проявляется довольно-таки специфическими жалобами. Пациент жаловался на выраженную слабость в мышцах нижних конечностей, в частности бедер и ягодиц. То есть при ходьбе по ровной поверхности была незначительная слабость, такое незначительное изменение походки. Особенно затруднения пациент испытывал при подъеме по лестнице, что, в общем-то, свойственно для синдрома Ламбер-Тейтена. То есть пациент рассказывал, что для него затруднительно подняться самостоятельно даже на один этаж, что ему приходится ноги свои передвигать при помощи рук поднимать по ступенькам. Также сохранялись явления пневмонита второй степени, диарея первой степени, была продолжена терапия метилпреднизолоном, и 22 сентября было проведено первое введение инфлексимаба, учитывая множественный характер иммуноопосредованных реакций. В октябре 2017 года было проведено контрольное обследование. По основному заболеванию была зарегистрирована стабилизация по таргетным очагам, но при этом значительное клинические было улучшение и значительное уменьшение, увеличение просвета ротоглотки. Клинически сохранялись меостынея второй степени, дыхательная недостаточность первой степени, диарея первой степени, и 12 октября был повторно введен инфлексимаб и продолжена терапия метилпреднизолоном. Здесь мы видим динамику со стороны основного процесса, видно заметное увеличение просвета ротоглотки, уничтожение шейных лимфоузлов. На фоне терапии меостынея полностью завершилось в начале ноября 2017 года. Пациент был осмотрен гастроэнтерологом по месту жительства. Клинически было подозрение на болезнь Круна, но биопсия кишечника не была проведена. Пациент продолжал терапию преднизолоном, поддерживающей дось 20 мг в сутки. И прогрессия заболевания пациента была зарегистрирована спустя 7 месяцев после завершения иммунотерапии. И из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Во-первых, безусловно, иммунотерапия крайне перспективный, современный метод лечения. Иммуноопосредованной реакции, с которой мы сталкиваемся в ходе лечения пациентов чекпоинт-ингибиторами, кардинально отличаются от привычных нам онкологов, нежелательных явлений, которые возникают на фоне химиотерапии, таргетной терапии. Возникновение иммуноопосредованных нежелательных явлений возможно даже спустя несколько месяцев после завершения иммунотерапии и не зависит от количества проведенных циклов иммунотерапии. Могут встречаться нежелательные явления, тяжелые, даже после одного введения иммунопрепарата. Необходима тщательная оценка факторов риска, какой-то клинически значимой сопутствующей патологии у пациента до того, как мы начинаем иммунотерапию. Максимальная информированность пациента и, естественно, лечащего врача о возможном возникновении нежелательного явления. Близость пациента и врача в плане возможности пациента в кратчайшие сроки сообщить врачу о развитии того или иного нежелательного явления. И при своевременном выявлении и адекватной терапии иммуноопосредованное нежелательное явление чаще всего могут быть контролируемы. И еще пара вопросов. Какое из следующих утверждений? Правильно. При лечении иммуноопосредованного нежелательного явления возобновление иммунотерапии возможно на фоне приема глюкокортикостероидов в дозе 1 мг на кг в сутки. Второй вариант – возобновление иммунотерапии только после полной отмены глюкокортикостероидов. И третий вариант – доза глюкокортикостероида к моменту возобновления и проведения очередного курса иммунотерапии должна составлять не более 10 мг в сутки по преднизолону. Да, совершенно верно. Правильно, здесь третий вариант. Большинство из вас ответило верно. Глюкокортикостероиды доза должна быть снижена. Максимальная доза должна составлять не более 10 мг в сутки по преднизолону. И если у пациента развилась сыпь, иммуноопосредованная сыпь третьей степени, которая назначена терапия пациенту, соответствующая в полном объеме, и сыпь не купируется в течение двух недель. Какая ваша дальнейшая тактика? Ждать, лечить пациента дальше с симптоматической сопутствующей терапией гормонами и иммунотерапию возобновить после разрешения сыпи до первой степени. Второй вариант – полная отмена иммунотерапии. И третий вариант – возобновить после разрешения до первой степени при условии соблюдения интервала 8 недель с момента последнего курса иммунотерапии. При сохраняющихся явлениях сипи третьей степени на протяжении двух недель иммунотерапия должна быть полностью отменена. Спасибо за внимание. Спасибо, Яна Станиславовна. Яна Станиславовна. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...